Славянский район еще раз подтвердил то, что его по праву называют одним из лидеров в развитии дополнительного образования. По-настоящему радостным стало для многих славянцев торжественное открытие инновационной познавательной площадки «Космический парк». Наша съемочная группа побывала на этом важном мероприятии. И поднялся до небес. Изучение космоса – это непростая научная деятельность, которая вдохновляется интересом юных исследователей. Включение космического поиска в образовательный процесс развивает у школьников желание познания нового. Сделать это в нашем районе теперь будет намного легче. В День космонавтики Славянский космопарк широко распахнул свои двери для ребят. Вклад нашей Родины в развитие космической науки и технологий трудно переоценить. Гордость за достижения страны двигает и сегодняшними продолжателями космической эстафеты здесь, в муниципалитете. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство космического парка. Сделано это для тех, кто только ищет свой путь к звездам. Конечно же, это, ребята, все для вас. Мне приятно, что многие ребята Славянского района смогут здесь получать очень интересное образование, новое, скажем так, миропознание с учетом новых технологий. Вы здесь сможете познавать астрономию, физику, технические науки. Юные славянцы с помощью увлеченных педагогов Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани изучают все, что связано с космосом. Это помогает им получать интересную информацию и нестандартно мыслить. С открытием космопарка они пойдут еще дальше. Вот этот прорыв в образовании, прорыв в нашем сознании, это, наверное, то, чему посвящена и сегодняшняя наша встреча, потому что нам кажется иногда, что многое невозможно. Но именно мы делаем эту мечту явью. Я нас всех с вами поздравляю с этим. Думаю, что наша региональная команда всех начальников управления, конечно же, подумает о том, как воплотить свои мечты при поддержке нас, депутатского корпуса, потому что мы огромная сила. Мы создаем будущее страны. И сегодня, в этот праздник, мы еще открываем одну новую страницу прорыва в перспективах развития образования. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Об этом говорил, обращаясь к ребятам, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Он уверен, что у юных славянцев, которые изучают космос, большое будущее. Ваша задача сейчас учиться, напитывать знаниями, навыками, с тем, чтобы завтра, когда вы станете хозяемой страны, вы были очень подготовлены. То, что мы здесь создаем для детей, это та площадка, где они получают первые навыки, первый опыт, а потом превращаются специалисты. И поверьте, что здесь не подведут. На территории космопарка заработал стационарный всепогодный планетарий, космический класс с антеннами для приема сигнала со спутников. В парке размещены модели планет Солнечной системы. Предназначение космопарка, создание условий для раскрытия способностей учащихся и их ориентация на перспективные и нужные стране профессии. Я очень рада открытию такой научно-образовательной площадки, как космический парк. Это хорошая возможность для всех детей и подростков изучить тему инженерии, космоса, вообще погрузиться в это все, потому что это все-таки наше будущее. И сейчас очень нужны стране инженеры, которые действительно в этом разбираются. После торжественного открытия космического парка были проведены экскурсии для приглашенных. Космопарк представляет новую модель дополнительного образования. Он будет территорией науки, сотрудничества, изобретательства и поиска нового. Он станет серьезнейшей образовательной площадкой. Ребята, которые приобщились здесь к науке, смогут идти вперед, выбрав профессию, связанную с космосом.